Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. У меня часто спрашивают, а как автоматизировать процесс изображений в интернет-магазине на WordPress, в WooCommerce, если у нас изображения имеют разные размеры, чтобы они автоматически были более-менее красиво выглядящие на сайте. Вот, скажем, здесь яркий пример на МАМ-демо сайте. Одна картинка у товара такая, другая вот такая. То есть видно вот этот скос, что товары у нас разной высоты и так далее. В этом видео посмотрим два способа. Один с встроенной, второй мы рассмотрим бесплатный плагин. У всех, кто использует WooCommerce, у всех, вне зависимости от того, какого шаблона используете, у вас должны быть такие настройки. Вы переходите в внешний вид, дальше вы переходите вот сюда настроить. Дальше вы находите вкладку WooCommerce, дальше изображение товаров. Все настраивается очень быстро, то есть для загруженных товаров. У нас есть вот несколько вариантов. То есть, допустим, обрезка миниатюр. У меня сейчас стоит без обрезки. Допустим, поставим точку один к одному. И вы видите, сразу картинка обрезается. И уже, уже они все выравниваются на всем магазине. Для кого-то этот вариант может подойти. У кого-то специфические картинки вам не понравятся, как там они обрежутся. Тогда придется прибегать к стороннему плагину, у которого больше возможностей. Еще здесь есть такая точка произвольная, когда можно выбрать соотношение, поиграться вот этими цифрами. Видим, что здесь мишка обрезается. Но мне в этом сайте даже было бы достаточно просто выбрать вот эту точку и все. И забыть об этом. Я загружаю также изображения, как обычно, они разного размера. Но на сайте они выглядят именно в списке товаров. Вот они выглядят, вы сами видите, ровненько. Переходим в плагины. Рассмотрим бесплатный плагин. Название его Smart Image Resize for WooCommerce. И есть у него Pro-версия с расширенными возможностями. В рамках этого видео мы рассмотрим с вами бесплатный плагин. Как вы видите, он уже установлен и активирован. Переходим в настройки. Он весь не переведен на русский язык. Но я использую браузер Chrome. И мы можем видеть, как опции будут выглядеть на русском. Настройок здесь немного. Самая главная опция включить изменение размеров 0 и 150. Хотите больше, обновитесь до Pro-версии, нам говорят. Дальше изображение. Стоит переключатель изображения категории, если хотим тоже задействовать. Отличие от того, что здесь у нас идет больше возможностей. И он вроде как должен так их обрезать очень красиво. То есть обрезать там пробелы. Можно задать размер границы, указать там и так далее. И даже фоновый цвет можем здесь подобрать в дизайн нашего сайта. Также сжатие изображений. Вот этим ползунком можно увеличивать степень сжатия всех изображений. Дальше вкусные опции, но, к сожалению, только в Pro-версии. Это конвертировать в JPEG. В бесплатной версии мы не можем это использовать. И самое важное, включить современный формат VP, чтобы еще и ускорить сайт, если у нас изображения все в JPEG формате. И следующая опция, размер изображений. Также можно выбрать для создания эскизов. У нас, как вы знаете, создаются несколько сразу вариаций размеров WordPress. И поэтому вы можете галочками отмечать, какие размеры задействовать. Но тут по умолчанию можно просто их оставить как есть. Ну и есть еще одна вкладка. Выполните следующие действия, чтобы изменить размер уже загруженных изображений в соответствии с вашими настройками. И нам говорят, что надо первое установить плагин, еще один дополнительный бесплатный, перейти в настройки и настроить это все дело. Если мы с вами посмотрим, это очень популярный плагин. Вот он. Его используют более 1 миллиона активных установок. То есть часто используют для взаимодействия с миниатюрами. Надеюсь, для вас это видео было интересно и полезно. Старайтесь, конечно, использовать первый способ, чтобы не ставить, не нагружать сайт дополнительными плагинами. Но если вариантов нет, то, скорее всего, придется использовать второй вариант. И я думаю, что желательно использовать Pro-версию сразу, чтобы убить двух зайцев, не ставить кучу плагинов. Потому что там полезная вещь – это оптимизация изображений, чтобы они были в современном формате. И без ограничений, если у вас очень много товаров, чтобы плагин со всем этим работал. Я с вами не прощаюсь, и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно съел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Всем привет! Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok